Алик Мерзоян – это удивительное явление в бардовской песне, потому что, наверное, нет другого такого мощного универсала, который позволяет себе работать в самых разных стилях, жанрах, в разных этнических, народных, в песнях на слова Бродского или на свои собственные слова. Везде это поразительно добротная и крепкая работа, говорящая о очень мощном интеллекте. То есть у него сочинение бардовской песни – это работа системная. И продумано всё, мелочей нет ни в аккомпанементе, ни в интонации, ни в переходах ритмов, ни в регистрах, ни в чём, нет того, чтобы можно было назвать дилетантизмом. То есть перед нами мастер экстра-класса, который, если бы был профессионалом не в бардовской песне, а в каком-нибудь таком классическом жанре, то он бы, конечно, достиг очень высоких степеней, потому что ему присуще удивительное доведение до предела вот того, чего он хочет. Он очень хорошо слышит конечный результат, и он умеет его добиваться. Это огромная редкость. И я думаю, что я, конечно, хочу Алика поздравить с его юбилеем, сказать, что он молодой ещё по нашим понятиям, что ещё вся жизнь перед ним. И если бы он взялся за немножечко более крупную форму, я думаю, что бы у него получилось, потому что запас идей, конструкций, структур, музыкальных ходов, ритмов, переходов жанра на жанр, различных словечек, которые пересекаются неожиданно друг с другом, парадоксальное мышление, всё у него присутствует. Вот. Так что я поздравляю всю бардовскую братью с его юбилеем. Хочу сказать, что это, конечно, это, конечно, настоящий мастер. Мастер такого рода, который в классической музыке встречается, к сожалению, довольно редко. хотелось бы сказать, что всё-таки при всём этом Алик, безусловно, лирик. Но лирик не такого рода, как Висбор или Акуджава, а он очень мягко и нежно держит твою душу, когда вот ты слушаешь. Это лирическая черта, которая присутствует редко, потому что у нас лирики обычно такую пьют горе стаканами, и из-за этого лиризм иногда переходит в истерику. Здесь у него всё очень очень чисто, ясно, в каком-то смысле по-чеховски сдержанно. Он знает то, чего он умеет, и он умеет то, что знает. вот у него нету слабых мест. Нету слабых мест. поскольку я многие вещи как раз начинал вот в этом возрасте, то я прошу Алика попробовать себя в таких в жанрах укропнения бардовской песни, доведение её до каких-то до каких-то сценических или драматургических более масштабных номеров, где его все стилистические способности могли бы выразиться наиболее полно и интересно. Ещё раз я его поздравляю и, конечно, желаю здоровья, веселья и такой хорошей удачи, чтобы ветер дул в его паруса. Спасибо.